Всем привет! Сегодня займемся ремонтом бытовой техники для кухни, а именно блоком управления вытяжки Гефест. Оставайтесь на канале и все узнаете. Плата представляется рядом спаренных кнопок для управления режимами, а также четырьмя семисторами под управлением ПИК микроконтроллера. Первым делом проверил наличие питающего напряжения в 220 Вольт на первом выводе каждого из семисторов. Оно присутствовало. Далее проверил работу микроконтроллера. Производил нажатие кнопок для включения режимов. И тестером следил на втором выводе семистора, чтобы происходило изменение уровня напряжения. На всех четырех каналах это происходило. Производил нажатие кнопки для улучшения активного мас bonus. Итак, имеется ввид logo на третий стол, и эффект começa в sheriff зак撫кин. Так как все работало, решил проверить семисторы под нагрузкой. Подключил лампочку в 60 ватт и начал включать режимы. Тут все проблемы и обнаружились. Из всех режимов только один включился и реагировал на нажатие кнопки, хотя светодиод моргал, показывая включение режимов. Посмотрел даташит на наш семистор GST16A800, наш вариант корпуса TO220. Он оказался на 16 ампер и выдерживал напряжение 800 вольт. Спустился по характеристикам и нашел уровень управляющего напряжения на затворе и равнялась 1,3 вольт. При этом на свою беду я проигнорировал силу управляющего тока, но об этом позже. Решил в качестве замены использовать более мощный семистор BTA140800. Таким приемом я пользовался уже не раз при замене транзисторов. Он тоже был на 800 вольт, но при этом выдерживал силу тока в 25 ампер, что очень меня обрадовало. При этом уровень управляющего напряжения был 1,5 вольта, что вполне устраивало. Прикупил таких четыре семистора и начал замену городных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот всё и получилось качественно Но схема так и не заработала Лишь один режим пытался включиться Но и то не успешно Я опять вернулся к дата-шиту и посмотрел, что я упустил последние две буквы SW, которые указывают на силу тока управления в 10 мА У BTA-14800G он составлял 35 мА Следовательно, у микроконтроллера просто не хватило силы управляющего тока Сразу же были приобретены подходящие семисторы и установлены Теперь схема работала как надо Режимы включались в штатной последовательности Наблюдалось незначительное мерцание лампы, которое никоим образом не оказывало бы влияния на работу мотора и подсветки вытяжки При этом все Семисторы абсолютно не грелись и не требовали дополнительных радиаторов Такой способ проверки недопустим Помните об этом Берегите себя Ставьте лайки и подписывайтесь С меня много интересного